Дорогу в селе Грибоедово в принципе сложно назвать хорошей. Асфальта нет, только грунтовка. Но местные жители говорят, что это люкс. Дальше по улице Советской просто не проехать. Дорога обрывается, начинается колея. И так до конца улицы. А домов здесь немало. Живут молодые семьи, пенсионеры, инвалиды. И праздника на своей улице все они так и не видят. Дошло вплоть до того, что возмущаются даже дети. Когда проходит дождь, нам всем очень тяжело добираться до дома по грязи. Еве Синякиной в этом году идти в первый класс. И кажется, проблема ее должна решиться. Но иным способом. Я вынужден снимать квартиру в городе, чтобы водить ребенка в школу. Так как здесь возможности не проехать, не пройти. Именно в осенний период, в дождливую погоду возможности нет. Денис Синякин говорит, что дороги здесь нет с 93-го года. По крайней мере в это время его дед получил участок. Куда только местные жители не обращались. Поначалу в сельскую администрацию. Мой звонок был в прошлом, позапрошлом году. Тоже касающийся вот этой темы дороги. На что мне, знаете, так смехом ответили. Ну куда вас занесло? Мы, законопослужные граждане, налоги мы платим исправно. За землю, за жилье, транспортные налоги. А участок этот, где по идее должна быть дорога, как и все село в целом, принадлежит администрации Саранска. Главе города тоже обращались в прошлом году. Никакого ответа не получено. Обращение было в июне месяце, до августа месяца. Я теребил, потом мне надоело теребил приемную на проспекте Ленина, которую я говорю, ну все-таки, ну где, ну что, что-нибудь хотя бы. Нет. И вот появилась небольшая надежда. Республиканский прокурор Сергей Лапин на личном приеме пообещал местным жителям разобраться с проблемой. Разговор этот был в мае. Я был от имени жителей и просто получил такой ответ, все вдохновились. Но оказывается, это просто пустой звон, просто сотрясание воздуха, не более того, потому что результат вот, пожалуйста. Тем временем приходится как-то жить. Только в этом году здесь провели газ. Чтобы выкинуть мусор, местные жители проходят около полутора километров. Пожарные и скорая помощь туда не едут, в случае чего рассчитывать приходится только на себя. Максимум на помощь соседей. Было такое, что в конце улицы, я не знаю по какой причине, тракторист ли там закурил или еще что-то. Ну, благо дело, я тоже пошла туда. Вот Андрей, как бы это. Мы выбежали, мы затушили. А что делать? Иначе пойдет на дома. Уже были случаи, сгорели два дома. У местных жителей опускаются руки. Пришлось обратиться к главе республики. В вашем регионе есть село Грибоедово, улица Советская. И мы жители, граждане России. Вот, пожалуйста, вы нас не забывайте, что мы есть. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Наши новости. В любом случае.